МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал ЖИТСУ новости. В студии Жан-Дос Назарбаев, Сурда, перевод Даурина Абдрасилова. Проблемы сельского хозяйства и, в частности, животноводства решали сегодня мажоресмены. Министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев предложил внести ряд изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по племенному животноводству. Подняли и вопрос о субсидировании агропромышленного комплекса член комитета по аграрным вопросам мажореса парламента Шамиль Осин отметил, за последние пять лет на поддержку аграрьев направлено порядка двух триллионов тенге. В основном в крупные сельхозформирования, тогда как вклад мелких их личных подсобных хозяйств ВВП составляет 70%. Какие меры планируется Вашим министерством по совершенствованию механизма субсидирования в области животноводства? Второе. Будет ли расширен доступ средним и мелким животноводческим хозяйствам государственной поддержки и будут ли включены число получателей такой поддержки личные подсобные хозяйства? Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что сейчас подготовлена новая единая система субсидирования, которая будет абсолютно бесплатной, в отличие от существующих программ. Во-вторых, мы в этой системе путем интеграции со всеми базами данных хотим снизить максимальное количество справок, которые наш сельхозтоваропроизводитель носит, ему некогда эти справки готовить. И в-третьих, мы там вводим понятие реестр налогоплательщиков. Строительство медицинских учреждений, ремонт школ и растительных сетей. Эти и другие актуальные вопросы рассмотрели депутаты Алматинского областного маслехата во время приема граждан в имбекши в казахском районе. На этот раз народные избранники выслушали обращения жителей Щелекского сельского округа. Как на местах реализовывается концепция слышащего государства, интересовался наш корреспондент. Вопросы отличались разноплавностью, начиная от социальных, заканчивая личными. Так, житель села Каражота Акасамабилов высказался о необходимости капитального ремонта в сельской средней школе, которого образовательное учреждение не видело со дня его открытия 1985 года. Абалхия Аксамбиева обратилась с просьбой построить амбулаторию в селе Кызалшарах. По словам депутатов, строительство медучреждения уже запланировано в рамках программы «Дорожная карта занятости» и будет реализована до 2023 года. Не менее проблемным вопросом остается и ремонт каналов для орошения сельскохозяйственных земель. В год в Бортогайское водохранилище поступает более 1 миллиарда кубических метров воды. Однако наши фермеры получают только половину этого объема. Растительные сети нужно отремонтировать. Этот вопрос волнует многих жителей. Мне ответили, что специалисты отдела сельского хозяйства и земельных отношений уже занимаются решением этой проблемы. Как отмечают депутаты областного маслехата, подобные встречи будут проводиться в каждом районе и городе. По итогам принятые решения будут направлены в компетентные органы и взяты под контроль. Сегодня мы посещаем уже пятый район, где проводим встречи с населением. До этого выслушали обращения граждан в Панфиловском, Уйгурском, Кигенском и Реймбекском районах. Должен отметить, что встречаясь с населением лично, мы видим реальные масштабы проблем и пути их решения. Все обращения будут детально рассматриваться. По итогам приема депутатами даны разъяснения и рекомендации вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения, взяты на партийный контроль. В ближайшие два дня народные избранники продолжат посещать районы и сельские округа для встреч с населением. Партийцы примут граждан в городе Копчагай, Жамбулском, Карасайском и Ильийском районах. Аделья Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. На стыке времен. Практически 30 лет жители села Узунтам у Игурского района живут без элементарных благ цивилизации. В населенном пункте, где проживает более 60 семей, проблем накопилось немало. Возродить населенный пункт – настоящий крик души сельчан. Они надеются, что власти наконец-то их услышат. Вот уже много лет жители села Узунтам посещают единственную амбулаторию, расположенную в ветхом здании. И если сельчане видят все изъяны лишь во время визита, то медперсоналу приходится мириться с ужасающими условиями каждый день. Оцаревшие стены, постоянный сквозняк – лишь часть бед. Каждую смену фельдшер вынужден совмещать свою основную работу с должностью истопника, а иначе нельзя. В амбулатории по-другому никак не согреться. Тому виной полуразрушенные стены и прохудившаяся крыша. Уже не раз областные и даже республиканские комиссии приезжали, осматривали, проверяли на наличие нарушений. Обещали решить эту проблему. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Сам я уже который год хожу в эту больницу. Никаких изменений. Здание просто в ахвом состоянии. В плачевном состоянии и здание сельской школы. За четверть века здесь ни разу не было существенного ремонта. Однако и это не является главной проблемой сельчан. Перебой с питьевой водой. Вот чем по-настоящему озабочены люди. Практически весь ОУ обеспечивает живительной влагой единственная скважина, пробитая ещё в советские времена. Чистая питьевая вода для нас стала заоблачной мечтой. Этой водой пользуемся и мы, и скот поем. Колонку позади меня соорудили ещё в советское время. С тех пор ни разу ремонта даже не было. На дворе 21 век, а мы всё старым дедовским методом воду добываем. Куда это годится? Этот вопрос мы ещё в прошлом году рассматривали. Даже проект стоимостью 220 миллионов тенге подготовили. Он прошёл экспертизу. Сметная документация готова. У специалистов ЖКХ всё в руках. Денег попросту нет, не выделяют. Были бы средства, эта проблема давно решилась бы. Аналогичная ситуация и с дорогой. Со своей стороны мы всё предусмотрели. Наряду с этим в селе Узентам по сей день не решены вопросы электрификации и дорог. За долгие годы отсутствия элементарных благ цивилизации жители успели привыкнуть к таким условиям. Однако, в свете последних событий, произошедших в Казахстане, сельчане всё же надеются, что власти обратят внимание на их проблемы и жизнь в селе изменится в лучшую сторону. Антон Хатиновский, Гульмира Термер-Галиева, Ельдана Сарсенбаева, Алжас Байбасынов, телеканал ЖТСУ. Более 200 жителей посёлка Сару-Зек ежедневно подвергают свою жизнь опасности. Их жильё находится в плачевном состоянии. Многие дома построены ещё в первой половине прошлого века. Возмущений жильцов нет предела. А местные чиновники на протяжении долгого времени лишь только на словах обещают решить данную проблему. При этом абсолютно бездействуют, пожаловались сельчане. Более подробно в материале сюжета. 13-й район. Именно так называют этот жилой массив жители посёлка Сару-Зек. Здесь расположено около 40 домов, построенных до и послевоенных лет 20-го столетия. Обстановка напоминает декорации к историческому фильму, однако это суровая действительность. И всё это в районном центре. В этом году я не смогла это сделать, потому что я болела. Половина хозяев, не выдержав ежедневных испытаний, съехали. Кто-то арендует квартиру, кто-то живёт у родственников. У кого нет и такой возможности, остаются здесь без элементарных благ цивилизации и в постоянном страхе за свою жизнь. Да, это у нас собственность. Я ничего не говорю, это у всех наша собственность. Пусть это приватизированная собственность. Пусть нам дадут эти ипотечные дома. Вот эти. Мы будем эту ипотеку платить. Мы будем платить. Пускай нам дадут и платить. Мы согласны платить, как там на 15 лет. Дают же, да? Оплачивают. Единственная надежда жителей таких домов – государственная программа, когда сносят их аварийное жильё и строят на его месте новое. Но это, если повезёт. Представители районного Акимата утверждают, что делается всё необходимое для решения этого вопроса. По их словам, на сегодняшний день рассматриваются несколько вариаций улучшения жилищных условий граждан. На сегодняшний день государство разработало такие программы, как правила реновации. Потом есть правила придания, например, единого архитектурного облика. Эти на сегодняшний день у нас разработаны, эта программа реновации. Она входит, туда входит как определение вот таких аварийных домов, признание их аварийными. Потом путём их жителей будут ставить на очередь на жильё. И когда будут строиться новые дома, предоставляют им. Волнует жителей посёлка и проблема с питьевой водой. Слабая подача, а иногда и вовсе её отсутствие – многолетний и актуальный вопрос. Тем более сейчас, когда в Саразеке появились новые жилые массивы. Представители Акимата неоднократно пытались улучшить водоснабжение текущим и аварийным ремонтом. Однако, ВОЗ и ныне там. В проекте были предусмотрены некоторые улицы, где нет необходимости прокладки водопровода. В связи с тем, что либо эти дома были подключены со следующей улицы, либо вообще там домов нет. В связи с этим мы эти улицы, то есть этот водопровод мы исключаем с проекта и добавляем на те улицы, где либо старый водопровод, где либо у нас есть такие места, где водопровод полностью изношен. И туда мы включаем. Все работы будут закончены к августу месяца этого года. На территории страны насчитывается более 20 незаконных религиозных организаций. Несколько из них расположены в Алматинской области. Тем не менее, религиозная ситуация в регионе стабильная. О мерах по сохранению и упрочнению устойчивости религиозной обстановки узнавала Аяужан Ахмеджан. Экстремистскими в стране признаны 24 религиозного организации. Среди них представители Аль-Айад, Хизбут-Тахрир, Аль-Ислами. Деструктивно-религиозный секта Табии-Жамаат. В результате январского инцидента в регионе активизировалась группа Якон-Инкар. Она была создана в Кыргызстане и развернута в нашей стране в 2018 году. В областном управлении по делам религии ведется активная работа по борьбе с подобными деструктивными течениями. В прошлом году было проведено около 3000 мероприятий, нацеленных на их искоренение. В соответствии с законом о религиозной деятельности и религиозных объединениях может приниматься как административное, так и уголовное наказание. Кроме того, нашими специалистами за регистрацию на деструктивных сайтах в социальных сетях интернет, призыв граждан к войне в Сирии, либо распространение запрещенной литературы, материалов религиозного содержания, налагается соответствующее административное взыскание согласно статьи Административного кодекса Республики Казахстан. Специалисты также ведут неустанную борьбу с экстремистскими сайтами. Их доступность побуждает население идти на поводу радикального движения. В стране насчитывается около 600 таких интернет-объединений. Только в одной сети Инстаграм в группах зарегистрировано около 40 тысяч участников. Большая часть – молодёжь. В ходе проверки установлено, что среди лиц, пользующихся деструктивным контентом, государственные служащие – специалисты правоохранительной и религиозной сферы. Специалисты Управления по делам религии предупреждают граждане, использующие сайт, относящийся к группе риска, будут привлечены к закону ответственности. В целом на территории Республики Казахстан ограничена деятельность представителей групп, носящих экстремистский характер. В целях профилактики экстремизма и терроризма в регионе создана и ведётся активная информационно-разъяснительная работа. У нас создан специальный центр для работы в этом направлении, где ведётся идеологическое перевоспитание. Кроме того, на брифинге специалисты ведомства поделили ситуацию с гражданами, вернувшимися в область с операцией «Жусан». Они проходят социальную и психологическую реабилитацию. Стоит отметить, что в области насчитывается 678 религиозных объединений, принадлежащих к 12 конфессиям. Они выносят весомый вклад в укрепление единства народа и сохранение его спокойствия. Ая Ужан Ахмедшан, Амина Худайберген, телеканал «Житсу». 273 жителей Алматинской области заболели коронавирусом за последние сутки. В регионе зарегистрировано 210 симптомных и 63 бессимптомных случаев COVID-19. В том числе и среди заболевших 69 детей в возрасте до 14 лет, 35 из которых – школьники. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Талдыкургане, Талгарском, Карасайском и Ильиском районах. Продолжается в области и прививочная кампания. Здесь функционирует 318 пунктов вакцинации, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов. На сегодня полностью от коронавируса привились 865,5 тысяч человек. Голос Семеречия. Беседы с интересными людьми, информационные, познавательные и развлекательные программы. И, конечно, хорошая музыка. На радиопросторах Казахстана появилась новая волна. Теперь наш телеканал можно назвать телерадиокомпанией. С сегодняшнего дня в эфир выходит радио «Житсу». Торжественное открытие радиостанции стало весьма знаковым событием для всей Алматинской области. По словам специально приглашенных гостей, в числе которых мэтры отечественной журналистики, идея создания радио после долгих лет наконец-то воплотилась в жизнь. Отныне круглосуточно на частоте 107,2 FM профессиональные журналисты в радиоэфире будут обсуждать самые актуальные темы и дарить жителям области хорошее настроение. Пока вещание радио «Житсу» распространяется на Талдыкурган и близлежащие районы. Сейчас радио «Житсу» работает в Талдыкургане. Но в будущем радиопередающее оборудование планируется установить в девяти пунктах Алматинской области. На границе таких стран, как Китай или Киргызстан, работают их радиостанции. Мы тоже хотим, чтобы наше радио работало даже на границе. Основной целью открытия радио «Житсу» является вещание в приграничных районах Алматинской области, в Панфиловском, Алакольском, Рейнбекском, в районах с ограниченным доступом к информации и интернету. В ближайшее будущее радио «Житсу» можно будет услышать на территории всей Алматинской области вот на таких частотах. В Талдыкургане 107,2 FM, в Жаркенте 106,5, в Текилее 104,8, в Уширале 104,3, в Лепсах 103,8, в Балхарском районе 102,1, в Куйгане 101,7, в селах Рейнбекского района на частоте 100 FM. Пожалуй, каждый житель Алматинской области знает этот небольшой город, расположенный у подножия джунгарского Алатау. В этом году Текили отмечают свой юбилей. 70 лет назад рабочий поселок, существовавший здесь, получил статус города. Подробнее расскажет о селу Жандосова. Свою историю город Текили начинает с рабочего поселка Пригор на обогатительном комбинате. Из казахстанского свинца, добытого здесь, была отлита каждая восьмая пуля, выпущенная в годы войны по фашистским захватчикам. В мирное время именно сюда на работу стремились люди со всего СССР. Один из них – Феликс Левин. Приехав сюда в конце 60-х, он так и остался здесь, несмотря на то, что руду уже давно не выдают на гора. Основу города составляет комбинат. Все началось с комбината, с того, что нашли месторождение свинцово-цинковых руд. Поздравляю с 80-летием комбината, которого не существует, и с 70-летием города. Город, который заложен был только благодаря комбинату. Сегодня город раскрывает другой потенциал. Расположившись в долине четырех рек у подножья горного массива Джунгарского Алатау, Текили обладает красивейшей природой и великолепным ландшафтом. Это позволяет развивать здесь мото-, вело- и пеший туризм. Именно здесь в течение нескольких часов можно побывать на альпийских лугах и снежных вершинах. Мы Текили сам хотим развивать как хаб. Именно хороший туризм организации, чтобы человек приехал, ни за что не переживал, все забронировал, ему все подготовили, он проехался, все свои услуги получил и спокойно уехал. Люди, у кого есть финансы, которые хотят вложить в хороший туризм свои финансовые средства, могут приехать в Текили и построить какие-то объекты, именно инфраструктуры и организации туризма. Я думаю, мы всесторонне им поможем, покажем всестороннюю поддержку. Продолжает Текили развиваться и в промышленном направлении. Здесь действует 45 промышленных предприятий. Среди них Солодовин и завод «Суфле Казахстан». Оно единственный производитель Солода в республике. Ведется и строительство завода по прямому восстановлению железа – ТО «Электромарганец», который создаст тысячу рабочих мест. Все это вкупе открывает для небольшого городка большие возможности. Велотрек посреди барханов Аль-Кудра расположен на окраине Дубая. Длина его периметра 85 километров, но если принять во внимание все петли, она достигает 200 километров. Попасть на велотрек Аль-Кудра можно совершенно бесплатно. Это очень необычный велостадион. Он проложен через пустыню, вокруг очень красиво, можно увидеть дюны из сернобыков. Этот уазис расположен всего в 35 минутах езды от центра Дубая. Место очень популярно у любителей спорта и сильных ощущений. Пейзаж с дюнами и дикими животными делает это место одним из красивейших в Эмирате и привлекательным для туристов. 13-летний Ибрагим, проживающий в сирийском городе Идлиб, работает с 8 утра до 7 вечера в автомастерской. Под надзором своего начальника он работает, не разгибая спины. Его руки покрыты машинным маслом. И таких детей в Сирии множество. Так, 60% детского населения не посещают школы, а учителя не получают зарплату месяцами. Вся система образования в Идлибе находится под контролем выпускников хронических школ. Многим детям не остается ничего другого, как наниматься на работу, чтобы помогать своим впавшим в бедность родителям. Для многих семей, проживающих на этой территории, детский труд – способ выживания. Они заняты на всякого рода работе, нередко очень тяжелой и даже опасной. Участники французско-иракской археологической экспедиции смогли возобновить раскопки на территории Ирака. Их работа по изучению руин, оставшихся в древней Месопотамии, была прервана. В данное время они проводят раскопки древнего города Ларса. Это один из крупнейших археологических участков в Ираке. Сделанные археологами находки позволяют предположить, что под землей могут находиться руины храма, а также древняя гробница. Специалисты отмечают, что за последнее время им удалось сделать здесь ряд важных открытий. Собранные объекты передаются в коллекцию расположенного в Багдаде музея Ирака. Сегодня исполняется 80 лет заслуженному тренеру Казахской ССР, ветерану труда, почетному деятелю спорта Республики Казахстан, обладателю ордена Курмет, почетному гражданину Алматинской области Акишаю Жейлаубекову. Свою трудовую деятельность он начал в 1963 году в должности учителя физкультуры. Вся его жизнь – яркий пример трудолюбия, служения обществу, стремления приносить пользу людям. Его деятельность в спортивной сфере, в которой он отдал более 40 лет, снискала заслуженное уважение среди коллег. С 1998 по 2006 годы Акишай Жейлаубекович возглавлял управление физической культуры и спорта Алматинской области, стоявший у истоков развития массового спорта в годы становления независимого Казахстана. Он запомнился как талантливый организатор, который всегда помогал мудрым советам как в методическом плане, так и в практической работе в любом виде спорта. Чемпион мира, десятикратный призер Азии по армрестлингу Абдуллид Астанов приступил к тренировочному процессу. Он готовится к первому в этом году крупному республиканскому состязанию – чемпионату Казахстана среди ветеранов спорта. Силач Алматинской области поставил перед собой цель выиграть первенство Казахстана и пройти отбор на чемпионат Азии. Главную победу в своей жизни наш земляк именитый ветеран армрестлинга Абдуллид Астанов завоевал в прошлом году. Десятикратный чемпион Азии привез из Румынии долгожданное мировое золото. Добиваться высоких результатов помогает не только физическая подготовка и техническое мастерство, но и разнообразие соревновательных тактик, говорит сам спортсмен. Сегодня его комплексные тренировки направлены на подготовку к чемпионату Казахстана, который пройдет в середине марта этого года в Южной столице. Уже в марте стартует чемпионат Казахстана по гиревому спорту среди ветеранов. На нем будет разыгрываться лицензия на первенство Азии. Мне нужно обязательно победить на республиканском уровне, чтобы завоевать эту лицензию. У меня всегда все по плану. Сначала чемпионат Казахстана, затем первенство Азии в Ташкенте. И, конечно, на первенство Азии тоже будут бороться за путевку на чемпионат мира, который пройдет в Турции. Мастер спорта международного класса Абдуллид Астанов не только успешный спортсмен и многократный победитель различных международных стартов высокого уровня, но и довольно опытный тренер. Ветеран спорта уже несколько лет передает свой опыт юношам и девушкам, обучая их всем хитростям и нюансам армрестлинга. Усиленные тренировки дают очень хорошие результаты. Я очень много работаю с молодежью и тренирую всех желающих заниматься армрестлингом. У нас уже есть хорошие результаты. Это медаль на прошлом республиканском турнире по армрестлингу. Так, например, Айолом Данярова всего за один год стала чемпионкой области и призером Казахстана. Именно в сельской местности таится большой нераскрытый потенциал будущих чемпионов, отмечает ветеран спорта. К слову, проявить свой талант в полной мере юношам и девушкам предоставится возможность уже в ближайшем юношеском чемпионате Казахстана, который пройдет в феврале этого года в Актау. Лилия Штугрина, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин